привет ребята с вами димон вчера улитка анонсировала новую механику и правки к будущему обновлению которые сильно разделили мнение аудитории если вы уже в курсе то можете уже смело высказывать свое мнение на этот счет но если нет то я вас введу в курс дела прежде чем высказать свою позицию ну и ролик пальцы вверх поддерживайте если принципе тема интересная так вот смотрите какая история улитка вчера объявила о том что решила будем говорить прямо занерфить камовы то есть к 50 к 52 вихри и прочее они станут менее эффективными в чем это заключается раньше можно было запустить несколько вихрей с любой задержкой с любым интервалом как вам удобно чтобы уничтожить противника это змейка из вихрей контролировалась как угодно можно было переключаться после уничтожения первой цели на вторую но якобы это нереалистично и улитка даже привела пруфы о том что вот как должно быть на самом деле и мы это сделаем следующем патче так вот залповый огонь это то что появится у камова и он заставит вас подчиняться определенным правилам с реализмом то есть нельзя будет игнорировать интервал и перегружать вражеские зрк теперь же ракеты можно выпускать залпами по несколько штук только в ограниченном временном отрезке в интервале если же ракеты выпущены вне интервала соответственно первая их партия теряет управление то есть змейку из вихрей сделать больше нельзя и подгадывать удобные для вас атаки невозможно либо выпускаете один вихрь либо пачку вихрей в короткий промежуток времени ждете и только после этого запускаете второй вихр или вторую пачку этих самых вихрей залпов и для всех очевидно что такое реализм не идет во благо для пользователей камовых то есть улитка так удачно вспомнила только сейчас об этой теме как в меме ой как удобно застраховала себя и эти изменения статьей про реализм и по итогу в дуэлях зенитки за 70 очков и камова у зенитки появилось еще больше возможностей чтобы выйти победителем да с другой стороны я не спорю что к 50 к 53 самые эффективные среди вертолетов и вихре не то что многих танкистов задолбали они глобально хороши по в том числе и воздушным целям но в данном случае это выглядит исключительно как нерв советской ветки в частности камова и никаких нерфов в сторону зерка которая будем откровенны в топе по-прежнему жестко доминирует за копейки то есть я даже не беру панцирь я глобально говорю о зерком war thunder то есть даже если стояла задача уравнять более-менее к 52 к 50 и с другими вертолетами в war thunder то скорее больше всего от этого выиграли не вертолеты других стран а именно зерка ведь даже с интервалом все равно воздушные цели будут сбиваться также как и сбивались танки также будут пробиваться как пробивались и только в дуэлих с вражескими зерка эта система интервалов себя негативно проявит поэтому решение как я считаю довольно спорная и не решает корня проблемы но это еще вишенка на торте то что там произошло точнее произойдет с камовым что же улитка еще решила добавить к этим изменениям так вот в следующем обновлении также она переработает систему срабатывания взрывателя в зу то есть зенитно управляемых ракетах на всех топовых зерка и не только панцире самый лучший и нагибучий зерка war thunder на данный момент но также и на флорокраде то есть и роланды также кстати поменяются то есть тунгуска со своими ракетами тоже будет лучше работать то есть им накинут помеха защищенности и они не будут так легко взводиться когда например ракета от к 52 вихрь или какие-то другие боеприпасы летят в зерка и ты в ответку запускаешь свой зур а он срабатывает у него срабатывает взрыватель теперь будет помеха защищенность и ты можешь долететь со своей ракеты до противника и сбить его вот такие хорошие в кавычках новости для летунов и конечно здесь тоже порция информации о том что все это игровые условности но теперь будет реализм помеха защищенность должна быть и соответственно все не бугурте есть железобетонные аргументы и поэтому неудивительно что люди в комментариях настолько разделились мнениях кто-то счастлив типа ура на своем танке будут нагибать в три раза лучше нет дружок ты никак не изменишь своего положения на танке но то что зерка будут нагибать гораздо лучше это факт в общем вот такая интересная история заметьте я сейчас против камовых катался на эйдетси сбивал их как хотел с любого ракурса даже без всех этих изменений которые произойдут в будущем патче что уж будет потом загадка хотя кто-то уже может ответить на этот вопрос очень непростая ситуация напомню то что на вертолетах играть намного сложнее и соответственно реализовать вихри тоже надо уметь я например не очень в этом плане но сбивать к 52 для меня как два пальца басфальт если я на зерка за 70 очков вот это я точно знаю и соответственно у меня такое может быть немножко предвзятое мнение касаемо предстоящих изменений ну и пишите вы что думаете об этой ситуации поддерживайте ролик пальцы вверх подписывайтесь на канал ну и все как обычно ребята такая вот история жду ваших мнений пока а